Медиа-информ Медиа-информа 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 Отдельно наша команда Ришелье, которая за границей практически все тоже выиграла. Я думаю, это перешло вообще у нас, ветеранский футбол, во всю область и в город. То, что происходит у нас в городе, вы знаете, мы проводим первенство среди ветеранов 35 старше, 45 старше, 50 старше, 8 на 8. Мы играем это в памяти Виктора Ивенча Прокопенко турнир. И в памяти Дукова мы играем в мини-футбол каждый год в день его рождения, в конце октября, начало ноября. Вавидеополя, Кубок Украины в памяти Виктора Ивановича Дукова. Вот, кстати, в прошлом году, я помню, что-то у меня так врезалось в память, как раз в день Рождества, в новогодний праздник, там же продолжался турнир. И там была серия матчей как раз 7 января. Ну и мы пошли на матч, я думаю, ну никого не будет праздник, потому что люди как бы гуляют. Биток зал, причем поприходили с женами, с детьми, болельщики просто не помещались в этом зале. И плюс футболисты таким азартом играли. То есть это, по-моему, очень яркий показатель тому, что вот он праздник, праздник жизни и праздник в душах людей. Вот вы упомянули сборную, вы упомянули ветеранскую сборную, нашу команду ветеранскую. Вот давайте, может быть, поговорим о нашей ныне действующей сборной. Вот наверняка же наблюдаете, наверняка переживаете, может внутренне есть какие-то вот согласия, несогласия с тем, как строится наша сборная сегодня. Ну и последнее, понятное дело, поражение от Франции. Ну я ездил на все последние матчи на выезд со сборной. Председатели областных федераций летают со сборной на выезды и приглашены на все домашние игры. Вы знаете, Фоменко и Конькову надо поставить памятник. Вы, наверное, помните, когда сборная Украины после ничьи в Англии должна была обыграть Молдову, как мы считали, и как минимум не проиграть Черногории. И когда Олег Владимирович ушел в сборную, произошло и Андрей Балий, и Александр Заваров, они не знали, что делать. А точнее, они, может быть, и знали, что делать, но футболисты были, наверное, в нокдауне каком-то. И наша команда провалила игру с Молдовой и провалила игру с Черногорией. И представьте ситуацию, когда Коньков отдает предпочтение и исполком Федерации футбола Украины утвердил Фоменко. Вы помните, какие были... Какое-то замешательство было. Да, замешательство было, люди не понимали, что это происходит. А вы все помните, что Фоменко и Коньковы, это были лидеры киевского «Динамо» образца 1975 года, когда они выиграли Кубок Кубков. Они два друга, и человек доверил, друг другу доверил, и это был как бы определенный риск. И как команда начала играть? Все начиналось с Польши. И до последнего матча во Франции, который был, я думаю, ребята и руководство Федерации футбола, и руководство сборной нашей совершили подвиг. Я думаю, что если бы кто-то сказал позже Черногории, что сборная Украины будет бороться за первое или второе место, я думаю, что таких было очень мало. Да, уже крест тогда поставил. Особенно была игра в Черногории. Вы помните, когда удалили нашего игрока, в девятером выходили на второй тайм и совершили такой подвиг. Единственное, подвиг не совершили они во Франции. Ну вот вы сами как тренер, как руководитель команды, каким образом удается, как вы можете это объяснить, тренеру, Фоменко в данном случае, который пришел совершенно на тот же самый состав. Те же самые люди у него играли, за исключением. Но эти же люди буквально при другом тренере играли совершенно в другой футбол. Они играли совершенно с иной ментальностью, с отдачей. Совершенно другие люди. Он как-то их перелицевал. Это область психологии. Он просто внушил дух победителя. Объяснил, что всем ребятам, кто хочет играть в сборной, пожалуйста, открыта дверь. И верьте, ничего не теряете. Я знаю, что он с каждым футболистом встречался. И все футболисты подтвердили то, что они хотят играть в сборной. Неважно, игроки, Шахтера Днепра или Киевского Динамо. Они готовы были выступать на 100% в сборной. Это они доказали. Единственная игра была легкий провал. Ну легкий. Проиграл во Франции. И то, я думал, что все-таки шанс очень большой был у нас. Там, конечно, они были не готовы во Франции сыграть на 100% через три дня на четвертые. Все-таки молодые, неопытные. Можно много говорить, если бы мы первую игру играли там. И вот так бы удивили французов. Мы, может быть, дома было бы легче. Ну и потом, надо же понимать, что французы, извините, какой там был сумасшедший настрой. Это такое было впечатление, что ребята идут в последний бой, так сказать, потому что или погибнуть, или выиграть. То есть там было вот такое. Это была обстановка по телевизору. А мы были на стадионе. И когда заиграл гимн Франции, представьте, 75 тысяч в стадион, у нас было тысяч пять, наверное, украинцев. Ну наша делегация там была достаточно, людей, человек 200-300. И была делегация, которые приехали самостоятельно, имеющие визу. Там 3-4 тысячи. Они напротив нас сидели. Ну представьте, когда гимн Франции сыграл, на каждом кресле был флаг Франции. Вы, наверное, видели. Они все запели этот гимн. Так что просто, я не знаю, французы были на таком подъеме. А наши ребята, наверное, не все были готовы к этому сражению, будем считать. Ну, первое то, что Манзюк и Шевчук начали падать, они что-то с шипами у них было не в порядке. Ракицкий не сильно уверенно сыграл. Играл хорошо в очереди, до этого момента пока получил карточку, это удаление. Мелочей было очень много, а в футболе не бывает мелочей. Поэтому, я думаю, французы все-таки выиграли игру. Они были сильнее нашей команды. Да и вообще наше, по-моему, такое было впечатление. Или потому что французы их просто опережали. Но было впечатление, что наши немножко подтормаживают. То есть, где-то не там шли навстречу мячу, а ждали, пока долетели, французы перехватывали. Где-то неточные пассы, где-то неуверенные, какое-то замедление темпа атаки, пассы назад вместо того, чтобы обострять. Чтобы лидеры сыграли не в полную силу. Тоже были подавлены, наверное, психологией. Хотя пятого отыграл здорово. Но я хочу вам сказать, что, как я смотрел, наша делегация сидела как раз на линии наших ворот. По всем подсчетам, гол, который был засчитан второй, это 100% вне игры. И никогда не показывают повтор. Первый гол в момент подачи штрафного, тоже был, я как раз сидел на этой линии. Был вне игры там немножко француз. Но потом мяч, когда выбили, пошел со штрафной удар, пятого потащил и с угла добили. Там уже вне игры не было, конечно. Уважаемый телевизор, я прошу прощения, я настолько увлекся общением, что не напомнил вам о том, что мы принимаем ваши звонки. Пожалуйста, можете, я могу уступить вам пальму и первенство задавать вопросы нашему гостю. Звоните по телефону 737-73-10. Пожалуйста, 737-73-10. Звоните, подключайтесь к нашему разговору. Вот вы упомянули болельщиков, которые действительно погнали в сборную Франции, которые вдохновили ее. Болельщик, конечно, это всегда 12-я игра, пусть это банальная фраза, но это действительно так. И вот тут я хочу от сборной перейти к нашей команде, к нашему любимому черноморцу сегодняшнему, которого, по-моему, болельщик на домашних играх наших, активно играет в футбол вместе с черноморцем. Вот есть такое ощущение? Потому что так, как наши болеют, по-моему, не болеет никто в Украине. Я думаю, что они не из лучших болельщиков наши, они ведут себя достойно. И нет тех проблем... Кирнинский в нас не слышит, он бы сейчас уже так ругнулся, потому что все эти штрафы, которые там... Да нет, случаи бывают во всех болельщиков, но наши наиболее лояльные болельщики, вы, наверное, видите некоторые клубы, которые... Я не хочу называть эти клубы, но болельщики ведут себя очень по-хамски. Поэтому, как по мне, необходима милиция, конечно, там ведут себя, провоцируют и драки, и взрывы эти. Этого не должно быть. Кстати, вот мы говорим сегодня о Евросоюзе, но мы, по-моему, по уровню ментальности сегодня, по нашей, извините, общей культуре, еще до того уровня, чтобы вместо милиции были секьюрити, мы, по-моему, еще все-таки не подошли. Потому что иногда становится обидно. И за, извините, карман того же черноморца, который платит сумасшедшие штрафы, а он бы мог эти деньги использовать на какие-то трансферы и так далее. Ну, и можно об этом долго говорить. И все-таки наш болельщик самый лучший. Я думаю, да. Они достаточно грамотно болеют и поднимают гимн черноморца. Вы сами приходите на стадион и чувствуете, что вы находитесь на родном стадионе. Когда вы играли, выходили на стадион и видели полный стадион и наших классных, очень таких колоритных одесских болельщиков. Гнали, вот вы чувствовали, не знаю, мурашки по спине? Конечно, бесспорно. Наши болельщики очень крутые, будем считать. Они не радикалы. Они болеют по-настоящему. Они иногда критикуют более справедливо. В вашей футбольной молодости, сегодня, конечно, достаточное количество иностранцев и как-то, может быть, менее контактных футболистов. Вот когда вы играли, вы же все были, так сказать, что называется, в нашем модельском социуме. То есть вы слушали своих соседей там по улице и так далее, ходили по улицам, к вам подходили ребята, что-то там говорили, там, Петь, ну, там, типа, на такси подвозили, идешь по улице сразу, подъезжали, Петя, поехали. Да нет, нет, поехали. Узнавали очень четко. Тем более у меня прическа такая была и фамилия. Да, прическа была. Поэтому меня ни с кем не попутаешь. В этом отношении и хорошо, и не очень хорошо. Бывает момент, когда ты не хочешь, чтобы тебя там кто-то узнал. Ну, бывает всякое. Это тоже такие издержки профессии. Итак, сегодняшний Черноморец. Вот как вы оцениваете его достаточно высокое место? Это случайность или все-таки это закономерность? И кому ставить третий памятник? Ну, я хочу сказать, Черноморец, во-первых, надо поздравить. Они, опять же, тот случай, три года назад, если кто-то сказал, что будет играть Еврокубка, как Черноморец, никто бы не поверил. Поэтому я хочу сказать, поблагодарить надо и руководство клуба, Григорь Чукасова команда, и самих ребят. Потому что они сыграли, они играют в очень правильный футбол, они играют на результат. Это самое главное. Говорят, забить на 5-10. Это неправильно. Вот вышли, и люди погибают, сражаются и выполняют установку тренера. Они занимаются тем, чем надо заниматься. И ловят свой шанс. Поэтому очень много голов забила команда, не имея там скоростных нападающих или кого-то со стандартных положений. В обороне играют хорошо, головой великолепно играют. Поэтому на сегодня команда... Видна командная мысль. То есть они мыслят, извините, может быть я немножко примитивный пример придумал, но вот как говорят, что в муравейнике, предположим, все муравьи, у них есть какой-то общий социум и общее мышление. Вот тут видно, что если там крайний левый побежал вперед, то правый задний, он это видит, и относительно вот этого перемещения, он тоже каким-то образом, так сказать, подстраивается под игру. Вот в этом, по-моему, самая главная заслуга Григорьчука, что он построил вот таким образом, что ребята не играют каждый на своей позиции и отрабатывают свой номер. Он мыслит вместе со всей командой. Я прошу меня извинить, у нас есть звоночек, мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Алло, мы слушаем вас. Да-да-да, говорите. Да-да, добрый вечер. Я хочу... Алло. Да-да-да, слушаем. Добрый вечер еще. Я думаю, на одной руке еще. Вот. Я хочу вам сказать, вот там вы говорите, что это случайность или как, что это молит вот так. Когда к Костусу пришел, он назад из Диланова, там заведующим вот этим, и сказал, что вот посмотрите, что будут... Через Морец выйдет в рядовые не только в Украине, а и за рубежом. И вот оно исполняется. А почему сейчас, если все половина СМИ извращают? Пусть он там... Тут тоже в него были там недостатки, все обгаживают. Теперь привычка в наших СМИ обгаживать всех подряд. Там вот, извините сейчас за этот Майдан, повезли эти одесситы какие-то недоноски, песню. Пусть они эту песню повезут тогда к этому... к этим пиратам, этим... в океан этот индийский. И тоже будут петь там эти фашистские песни и говорить, что наши народные, благородные песни. Одесские песни не должны фашистам служить, а должны наши. А Черноморец действительно благодаря Билану и Костусеву, и всему клубу в Сен-Накистане достигать их достижений. Спасибо за внимание. Спасибо вам огромное. Я вас поддерживаю в плане того, что от вас досталось сомалийским пиратам. Вот тут вы правы на 100%. Вот. Ну а остальное я попрошу прокомментировать нашего гостя. Ну я не думаю, что Билан имеет какое-то отношение к победам Черноморца на данный этап. Когда мэром стал Костусев, Биланов стал начальником управления по делам молодежи и спорта горсовета. Но он конкретно... Но вообще Черноморец в Лигу Европы вышел уже в бытность, по-моему, Соколовского. Вот последний, да? Ну да, Лена Соколовская стала начальником управления. Поэтому Биланов это легенда определенная и одесского футбола, и украинского, и советского футбола. Но его успехи футбольные никакого отношения не имеют совершенно к Черноморцу. Поэтому я думаю, что это заслуга совершенно не Биланова или там Чилиби или кого-то еще. Это тех людей, кто занимается непосредственно Черноморцем. Я имею в виду, это прежде всего это президент клуба, его команда, главный тренер его команда и сама команда футболистов, которая является не только футболистами, доктора. Это победа всех. В общем, мы одним словом, давайте вернемся с Майдана все-таки на футбольное поле. Там помягче трава и там комфортнее играть. У нас очередной звонок, мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Мы слушаем вас. Алло. Да-да-да. Добрый день. Я ни в коем случае не буду затрагивать тему политики, потому как я понимаю, что данные не касаются политики. Я хочу вам сказать о футболе. Да, я более-не более, поскольку у меня муж играет в футбол, я сидит на футбол, к сожалению, вот он сейчас не смотрит вместе со мной. Я задам вопрос за него. Меня вот интересует такой момент. Скажите, подрастающие поколения, вот вы видите уже где-то, кто-то у вас на примете есть, кому можно рассказать футбольное будущее большое? Спасибо большое. Если взять футболистов в национальной сборной, то приток небольшой, но я года три назад сказал на одном из эфиров в Одессе, что Ярмоленко будет звездой, и один из журналистов не поверил. Все теперь видели, что Ярмоленко стал звездой. Коноплянка такая же точно звезда, как и Ярмоленко. Я думаю, что это будущее нашего футбола. Но они еще не окрепли, как личности, они еще могут расти. И поэтому они как раз во Франции не могли потянуть за собой команду. Ну, школа работает и у Гайдаржи, и у Кривенко. Школы хорошие, они достаточно успешно выступают в первенстве Украины. Но, опять же, такая конкуренция проходит, что такого результата нет притока. Но на данном этапе у Гришко, у Виктора Васильевича, он тренирует Черноморец 2, два человека уже являются сборниками Украины. Поэтому жизнь продолжается. Наши малыши, там был турнир международный, они и Шахтер прибили в полуфинале, по-моему. Я не знаю, но они достаточно удачно выступают и команды юношеские, хорошие. Но это немножко еще нет того притока, который мы хотим. Дело в том, что у нас в премьер-лиге, вы знаете, играет 7 легионеров, в первой лиге, точнее, ПФЛ, там у них другое количество легионеров. Конечно, легионеров нужно сокращать теоретически, но их неким на данном этапе заменить. И потом, если взять уровень, не уровень, а точнее, взять клубный футбол и сборная, это совершенно разные вещи. Клубный футбол это частные лица, которые люди хотят, чтобы эти клубы Шахтер, Днепр, Черноморец, Металлист и так далее, хотели бы, чтобы играли классные местные команды. Поэтому их не особо интересует приток украинских футболистов. Они покупают 8 футболистов, 2 или 3 запасных, крутых будем считать, как они считают. И вот они как бы тянут на своих плечах этот груз. И украинским футболистам сложно иметь практику и сложно им попасть. Потому что тренер, купив зарубежного футболиста, он должен его ставить. И поэтому нашим ребятам... Он должен отрабатывать и деньги. Он должен отрабатывать и деньги. От него же ждут иностранца каких-то там вершин. И естественно, если человек этот не проходит, то покупает вместо иностранца другого иностранца. Поэтому есть проблема. С другой стороны, вы знаете, иногда душа болит за наших молодых и талантливых ребят. С одной стороны, радуешься. За Зубейко, предположим. Ваня Бабков просто умничка большой. Он очень здорово отыграл в последние матчи. Но сидят ребята, кстати, очень одаренные. Взять того же Слинкина. Ведь хороший, скоростной такой парень. Причем он играл и в полузащите, и в защите. То есть он такой всеядный к футболу относится. Есть еще, можно перечислять молодых ребят, которые пока на лавке, а хотелось бы, чтобы все-таки их звездочка тоже засветилась в команде. Это как раз тот случай, когда на данном этапе есть условия, которые должны соблюдать команды премьер-лиги. В каждом клубе, по крайней мере, на этот чемпионат должно было быть четыре воспитанника своих. В Черноморце это есть. Есть это у Днепра, Запорожского металлурга и многих клубов. Но некоторые клубы, такие как Мариуполь, Севастополь, даже в Таврии и Полтаве, они не имеют это количество своих воспитанников. Это тоже не очень хорошо. Дело в том, что школы должны быть и должны готовить. Школы-то есть, и они должны готовить своих воспитанников. Я разговаривал с Павловым Николаем Петровичем в Мариуполе. Он сказал, что через 2-3 года 4-5 человек у него будет хороших ребят, которые уже будут конкурентоспособны в Мариуполе. Но на данном этапе еще нет таких. То же самое в Севастополе. Совершенно одинаковая ситуация. Я так понимаю, что вы душой переживаете за то состояние, к которому волей-неволей наверное, закономерно, почему сегодня футбол находится в таком статусе, что ставка делается на легионеров и так далее, купи-продай и прочее. Я имею в виду игроки и трансферы и прочее. Но это в клубном футболе. Ваши, да, в клубном футболе. Ведь в вашей футбольной молодости такого не было. Был кожаный мяч, гоняли в каждом дворе. Вообще футбол это было просто, ну я не знаю, это было все для одесситов. Потому что без футбола, я думаю, Одесса просто не существовала бы никогда. Я к чему? Сегодня, кстати, день рождения Юрия Никулина, нашего прославленного артиста, великолепного клоуна, вообще очень хорошего, доброго человека. Он часто гастролировал в Одессе. И он жил в гостинице Цирковой, там вот недалеко возле Нового Базара. И ходил встречаться он всегда на садовую, там парикмахерскую, вот эта старая на ступенечках, на высокий билетаж. Вот, она по сей день эта парикмахерская. Он всегда перед началом гастроли ходил в эту парикмахерскую и стричься. Вот. И вот однажды он приезжает, идет в эту парикмахерскую, а она закрыта на большой амбарный замок и там висит объявление «Парикмахерская закрыта на футбол». То есть, вот что был футбол для Одессы и для одесситов. То сегодня... И я вот понимаю звонок и вопрос по поводу молодежи. Сегодня даже само отношение молодежи к футболу наверное не такое, какое было в вашей молодости. Сегодня у них в глазах уже, извините, арифмометр и, так сказать, купюры зеленого цвета. Раньше, чем честь футболиста, достоинство, гордость за город и за то, чем ты занимаешься. Раньше футбол играли все и занимались спортом все. Были общества, клубы, они все были бесплатные. А на данном этапе сейчас бедному мальчику сироте или там из бедной семьи очень сложно пробиться в футбол. У него не хватает там трусов, футболок, гетер, и доехать нужно, и там еще заплатить на какие-то взносы. Поэтому немножко система детского футбола немножко неправильная. это мягко сказано. Поэтому я думаю, что есть проблема в детском футболе именно в том, что клубы стали частными и они как бы на самоокупаемости. А футбол играют бедные. Это все должны знать. Они должны выживать, должны сражаться, грызть землю, бороться за свое существование. Поэтому на данном этапе это не только на Украине, это и в России такая же ситуация. Более не менее в Беларуси проще. Остался тот частичный социалист, который был когда-то. Поэтому будем надеяться, что молодежь есть. Вы видели, молодежь сейчас играет достаточно прилично. И Ю-19 команда хорошая. Поэтому футбол продолжается, но приток от того, который ожидали... Шахтерские юноши, ребята молодцы, тоже в Европе пошли. Шахтеры имеют такие возможности. У них одних селекционеров около 10 человек. Поэтому они скупают и молодежь из других клубов. У нас была детская комиссия в Киеве, и там как раз многие представители областей обижали, что ребят 13-14 лет уже начинают с ними вести переговоры с родителями и перекупать из менее бедных команд, более богатые команды. Это с одной стороны хорошо, что у него будет рост, но с другой стороны, человек, который тренировал мальчика до 14 лет, и клуб, он не может его удержать, потому что нет тех возможностей. Вот это есть проблема. Давайте теперь, вот мы говорили о сборной, поговорили о Черноморце, давайте поговорим о Ришелье, давайте поговорим о нашем ветеранском футболе и вообще о нашем одесском областном футболе, коль скоро вы все-таки президент областной федерации, с вас и спрос. Появляются новые стадионы, по себе знаю, что вот предположим, летом, если мы играем где-то на поляне открытое, подходит зима, уже ищем где-то где арендовать зал, чтобы с ребятами просто между собой играть, и как правило это бывает проблема, зал найти бывает сложно, потому что играет, по-моему, мне такое впечатление, что футбол играют все, залы забиты, то есть это говорит о том, что футбол популярен сегодня и, так сказать, нельзя там, не знаю, сетовать по поводу того, что становится все хуже но с залами у нас вообще проблема в Одессе, если взять Запорожье, где я родился, там было огромное количество заводов и спортзалы, которые были, они полноценные для гандбола, для мини-футбола, там играет более 20 залов, у нас же на данном этапе залы, которые подходят в Одессе, это прежде всего зал СКА, зал Краяна, который играет сейчас БК Одесса, он полноценный был, старый Краяновский тоже в принципе неплохой. и пятая школа зал, это те залы, в которой можно играть мини-футбол нормальный, но пятая школа, к сожалению, она городского управления и там управление по делам молодежи заключило контракт с одним из представителей мини-футбола, который немножко нелегитим, мы будем разбираться с этой группой, называется это компания НЛО, Народная лига Одессы. А там хороший зал, там, во-первых, переселили парки. Но дело в том, что в этом зале должны играть первенство города, а не частные игры и частные клубы. И турниры, которые... И турниры, между ними там, бадминтон и боксболом, да? Нет, это не важно. То время, которое дано мини-футболу, должно быть дано городу, переноситого города должно проходить. Или ветеранов, или просто переноситого города. На данном этапе проводится НЛО, притом, это НЛО не является ассоциированным членом или коллективным членом федерации мини-футбола города, которым я являюсь президентом. Я уже разговаривал, это Хадыков Вадим, он немножко что-то недопонимает, наверное. Я разговаривал с Соколовской, с Леной, начальником управления. Но я думаю, следующие годы мы разберемся немножко и утрясем эту проблему. Поэтому... Ну а мини-футбол все любят, естественно. Мы на данном этапе имеем возможность. Федерация футбола готова помочь нам и построить стадионы во всех регионах. Но тоже проблема. УЕФА выделила часть денег на региональные федерации. Но для того, чтобы построить стадионы и мини-большие стадионы, нужен отвод земли. И для того, чтобы деньги были, выделить часть денег на постройку стадионов этих, должны сесть и горсоветов отдать землю в пользование федерации городских или областных. Вот на данном этапе мы сейчас ведем переговоры с руководством города и области. Я думаю, что если все это... Лена, в этом отношении наш союзник. Да, конечно. Игорь играл только за Черноморье. Да нет, нет. Проблем нет никаких. Надо только единственное. Сейчас вы видите такая обстановка политическая, что немножко не до футбола и не для строительства стадионов. Я уверен, что футбол выживет все равно. Бесспорно. В зависимости. Огромное количество у нас разных лиг. У нас есть бизнес-лиги, у нас есть, другие не будем называть. То есть, это говорит о том, что все-таки массовость футбола развивается. Какую-то статистику наверняка вы ведете по поводу увеличения количества команд, каких-то турниров. Помимо того, что привозите кубки с решильетом. Нет, нет. Это мы ведем. Мини-футбол, если взять, то у нас немножко беспорядок в мини-футболе. Особенно в городском. У нас турниры, которые проходят за исключением первенства города, они все нелегитимные. Потому что эти организации, МИФ, НЛО, флаг, они не имеют документов даже и не являются коллективными членами Федерации футбола. Так, может, и не надо их заорганизовывать? Нехай себе корабли клубок. Нет, нет. Они не получили права для этого. Они должны получить права. Федерациям футбола отданы все права на проведение своего вида спорта. Волейбол, это шахматы или гандбол, любой вид спорта. Федерация футбола, общественная организация, которая организует все чемпионаты, там стоит на учете. Каждый футболист он должен играть в одной команде. Судьи, которые имеют лицензию, доктор должен быть, заявка должна быть, должен быть регламент, должна быть смета составлена. Это целый пакет документов. А люди хотят просто проводить соревнования и использовать футболистов, которые в день по три игры играют. Это тоже не должно быть. Есть вещи, которые нужно соблюдать. Притом, это мы узаконим. Она уже наполовину узаконена. В области это практически 90% узаконено, а в городе 50%. Это еще год-полтора, я думаю, будет все в порядке. Люди поймут, что такое федерация футбола. Ну, как максимум через год-полтора, может быть, раньше мы вас призовем к ответу, пригласим в там студию, расскажите, действительно, каким образом двигаются эти процессы. К огромному сожалению, у нас уже минута до окончания эфира. Вы, кстати, завтра улетаете, да, по-моему, в Киев? Я завтра уезжаю в Киев на конгресс Федерации футбола Украины. Отчетно-выборочный конгресс будет у нас из полков, ой, отчетно-выборочная конференция. Анатолий Дмитриевич Коньков будет отчитываться за проделанную работу в течение года, каким является он президентом футбола Украины. Но я еще хотел бы воспользоваться случаем, так как это первый эфир, подарить свою книгу. У меня сегодня дебют. Да, Саша, я хотел подарить вам книгу, пожелать удачи вашему проекту. Здесь вся статистика Одесского Черноморца, Одесского СКА. очень много слышал об этой книге, книга «Футбол и жизнь в мою пользу» Петра Чилиби. Это потрясающе совершенно издание. Я уже пишу вторую книгу, наброски есть, поэтому... А давайте одну из наших следующих встреч мы посетим просто этой книге. Нет проблем. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях был Петр Чилиби, наш легендарный одесский футболист, президент областной федерации футбола, президент федерации мини-футбола Одессы. Редактор субтитров А.Семкин